Чё такой худой, а? Ну, хотя бы пару килограмм бы набрал. Как, девчонки, любить тебя будут? Господи! Добрый вечер! Я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся! Роза, Вася, здрасте. Ты знаешь, что такое хипстер? Нет. Сейчас узнаешь. А бороться за него будут самостоятельная Элеонора, дерзкое Поли и утончённая Ксения. Давайте сначала на жениха посмотрим. Добрый день! Меня зовут Анатолий. Я ищу скромную, но эмоциональную девушку, которая разделит мою творческую жизнь. Проходите! Анатолий. 26 лет. Из-за яркой внешности и неоднозначной профессии представительницы слабого пола стали относиться к нему с недоверием. Анатолий – заместитель исполнительного директора в косметической компании. Участвует в модных показах, предупреждает, что неделя высокой моды для него святое. Гордится своим образованием. Мечтает купить домик на островах Тенерифе и завести семью. Анатолий никогда не обратит внимания на неопрятную, полную и безвкусно одетую девушку. Познакомиться с общительной и легкой на подъем авантюристкой с безупречным стилем и чувством юмора. Привет! А вы сейчас друг за дружку держались, потому что поодиночке вы прям как лошарики посвернулись. Это моя подруга. Она на очень высоком каблуке, поэтому я переживал. Ясно. В чем жизнь держится называется? Что у вас за такая профессия опасная, Толя, что девчонки вас избегают и у вас проблемы с этим делом? Сначала я работал в модельном бизнесе, как модель-манекенщик. И потом уже стал работать в косметической компании, дошел до хорошей должности. Но, наверное, среди всех моих коллег и девушек остался такой стереотип, что парень, который работает в сфере красоты, это несерьезное отношение только другом, может быть. Меня всегда воспринимали как друга. Вот смотрите, вы служили в армии. Да. И пришел такой солдатик, бравый. Как раз после армии мне захотелось заниматься чем-то красивым. Но он симпатичный. Ну вот когда парень, бурюнет, с карими глазами. Но он не бурюнет. В общем, захотелось в красивое, да? Мне захотелось заниматься чем-то эстетически красивым. То, чтобы другим дарил. А 99% мужиков сказали клево, еще так закурили, еще хабарик там потушили, потерли, подрались, там что-то такое. А вам захотелось в красоту, понятно. К сожалению или к счастью, я не закурил и в армии, вот, и, ну, веду здоровую жизнь. Итак, вы приходите из армии, и у вас начинаются первые серьезные отношения. Или нет? За 26 лет были же серьезные отношения? Были, да, и до армии были. Ну, до армии не счет. Лариса, а как он, малыш, ты в армии-то выжил, а? Нет, как он туда попал с недобором веса, вот это другой вопрос. Нет, 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 он стал по поводу веса париться, когда пришел модельный бизнес. А там не парился, что ли? Нет, нет, там наоборот все было. Я не считаю, что армия-то показатель мужественности. Мне кажется, его там били. Потом он пошел в моду после армии. Какие войска-то? Я связист. Ой, ну, связист. Может, на кухне сидел? Нет, видать, не сидел. Сиди с катушкой бегают. Толь, про серьезные отношения хочется. Серьезные отношения были уже после армии, я считаю. В один момент просто зажглись они. Просто я увидел девушку, это вот где-то уже сидел у меня образ в голове. И я сделал все, чтобы она была со мной. А со мной она стала уже через 2-3 недели. Вы жили в разных городах? С этой девушкой, с которой были первые серьезные отношения, мы жили вместе с Москвой, но она переехала из Питера. А последняя девушка, с которой я встречался, были в разных городах, и это, в принципе, не мешало. Вот вы пробовали разные модели отношений, да? Вам казалось, что если быть с девчонкой ласковым, порядочным, внимательным, то она будет об вас вытирать ноги. И вы решили измениться. Кто-то вам, наверное, советовал, что лучше немножечко добавить хамство. После армии у меня как раз решил проверить такую модель отношений, как все парни козлы, поэтому девушки их любят и остаются с ними. Первая девушка, которая мне попалась после армии, как раз попала под мою горячую руку. Я говорил и делал какие-то вещи несвойственные мне, то есть вел себя на самом деле по-хамски. Тянулся? Понравилось? Ну, в какой-то момент это все быстренько закончилось. Девушка-то обалдела и была с вами. Думала, господи, что это с ней, вроде приличный парень. Да, она была со мной. Мы ругались, смирились. Это вот та, которая из Питера? Нет. А что делать, я так не поняла. Поколачивала ее иногда, изредка. Нет, неправда. Руку я, конечно, на девушку не поднимаю. А она на вас? Ну, было, да, налетала. За что? Ну, потому что я говорил какие-то нехорошие вещи о том, что... Например? Многи короткие, у тебя голова большая. Что-то типа того. Она коротко подстригла себя, говорит, да ты посмотри на себя, ты совсем не девушка, ты пацанка. Вот, или там что-то мог сказать, да ты не влезешь в эти брюки, там, посмотри, посреди за собой. Понятно, по-больному, короче говоря. А родители чем занимаются? Сейчас родители ведут достаточно простой образ жизни, живут в деревеньке. Откуда я родился и рос. Вот откуда у деревенского парня вдруг такие эстетские запросы? Просто объясните. Я даже не знаю. Сейчас бы в деревню, за утками по лугу побегать. Ну, так вот с этой барышней были вот эти страсти мордасти, в прямом смысле мордасти. Ну, да, и в один прекрасный момент они зашли слишком далеко. Когда, ну, она оказалась тоже с влиятельными друзьями, когда они мне начали уже угрожать конкретно, что я веду себя не очень хорошо с девушкой, вот. Пришлось эти отношения прекратить, но мы до сих пор друзья. Ну, не производит... Он не производит впечатления человека, за которого можно спрятаться и чувствует себя как за каменной стеной. Когда понял, что для того, чтобы нравиться женщинам, нужно состояться там в профессии, например, да, или нужно заработать много денег, вот что сподвигло вами для того, чтобы написать заявление там в Дом МОД, куда-то, куда пошёл работа с манекенчиком? Это случилось, когда как раз девушка уехала в Питер. Это, в принципе, наверное, была основная причина, потому что она поняла, что она не может состояться. И парень вроде бы тут ничего из себя не представляет, и как бы надежд было мало. Поэтому она, наверное, развернулась, уехала, решила закончить свою учёбу. Нет, а вы вот как решили? Однажды утром проходила мимо зеркала, посмотрела на себя и думает, «Ах, кто этот красавчик? Ой, это же я, Толян!» Дай-ка я пойду вот в этот бизнес красоты. Как это случается с вами? Почему одни идут, встанно говоря, вагоны разгружать для того, чтобы заработать деньги, а другие вдруг вот волосинка как волосинка, очочки хипстерские, и вот в этот бизнес? Вот объясните, почему вдруг? Ну, в один прекрасный момент мне начали все писать в социальных сетях, фотографы. А где кто, где вам сказали, что нужно немножко килограммов в области груди набрать? Ну, в одном из модельных агентств мне сказали, что для подиума ты, парень, худоват. И пошёл в спортзал, заставлял себя есть там творог, курицу, чтобы эти килограммы наросли. А аппетита не было, да? Аппетита не было, но вот после тренажёрного зала появлялся. И всё-таки своих целей я добьюсь. Будете вместе ходить в спортзал. Будете поправляться вместе. Будете вместе овсяночку по утрам. А вы девушку тоже худую хотите? Да. Насчёт девушки, все мои девушки не были там супер анорексичными. И я считаю, что иногда вот мне страшно даже смотреть на подиум, потому что идёт девушка, я боюсь, что она переломится. Иногда они очень... А знаете, какой самый сильный шум? Это когда два скелета занимаются любовью на железной крыше. Поэтому вам не грозит романтичная вот такая вот обстоятельная. А знаешь, какие синитки после этого остаются? Ужас! Нет, самое главное, что у людей, которые действительно заморачиваются на теме веса лишнего или недостаточного, у них свои представления о весе. То, что вы называете супер анорексичными, для нас может быть, ну, вообще воздухом воздушным. И я вполне допускаю, что та девушка, которую мы с вами сочтём, ну, очень худой, для Анатолия будет крепышечкой. Вот нам бы какие-нибудь примеры. Вот, например, ваша подруга. Абсолютно всё в порядке. То есть вы считаете, что это нормальное телосложение, да? Абсолютно. А она худенькая? А вы тебя какой считаете? Я пас подкормила бы. У Ирины всё хорошо. То есть у вас есть... Не поможет. То есть у вас есть сомнения в том, что она худенькая. Она, на самом деле, очень худая, очень стройная девушка. На взгляд большинства присутствующих в этом зале. Смотрите, у Анатолия сомнения. Ирина бы не была в числе моих друзей, подруг, если бы у неё что-то было не в порядке с фигурой. А брутальный мужчина, это когда у него не ребра видны, а кубики такие. А у женщин для близких друзей должны быть отдельные полноватые места. А вот девушку с ребёночком возьмёте? Ну, я думаю, что пока не готов, но своего хочу обязательно. Вам в 26 лет зачем жениться? Ну, я считаю, что я уже, в принципе, состоялся. У меня есть хорошая должность, хорошая работа. Вы живёте в Москве? Да. Есть квартира? То есть есть куда привезти? Абсолютно. Скажите, а круг общения? Вот кто ваши друзья? У меня все творческие друзья, так получается. Вот, Ирина художница, модельеры, кто ещё? Наверное, кто-то, кто имеет отношение к сфере красоты, искусства. Творческие люди. А вот голод, да. И девушка тоже должна, соответственно, быть в вашего круга. Нет, не обязательно. В принципе, вот когда я выходил, я говорил, что она может быть скромная, простая, но при этом яркая и живая, чтобы с ней не было скучно. А как скромная и яркая? Скромная в том плане, вот опять же, возвращаемся к модельной индустрии. Все вот эти девушки-манекенщицы основной целью, мне кажется, мне так показалось за несколько лет работы, они ищут какого-то папика, там, намного старше мужчину, который их будет обеспечивать. Сегодня не работает уже ни внешность, ни красота, это очень быстротечно. Сегодня это доступно, сегодня это легко сделать. Поэтому, что не купишь? Образование. Я согласен с вами. Роза часто говорит о подушке безопасности. Так вот эти девочки из хороших семей, они понимают, что подушка безопасности, это не квартира на Рублёвке, там, или не дом, который папик купит, а это то, что у тебя в голове. Вот и всё. Папик, не папик, главное, чтобы... Это не принципиально, у него конкретно сейчас там куча всего, или у него когда-то это будет. Главное, чтобы в человеке был человек. Да. Если вы на самом деле хотите жениться, если вы на самом деле хотите семью, то то, что вы сейчас говорите, это не имеет никакого отношения. Потому что вы абсолютно инфант. Если бы была девушка, и голос немножко бы вот этот, то она бы не была в кругу моих друзей. Почему не была бы? А вот если голосочек пониже сделала... Нет, это надо, это уже... Нет, в плане образования я очень с вами согласен, потому что у меня у самого есть высшее образование. Какое? Я учитель физики и математики. Закончил. Почему не работаете по специальности? Почему не развиваете себя в этом направлении? Я собираюсь брать детей на репетиторство. Да кто вам отдаст? Вот я бы с вами познала, вот вы в такой в очочках пришли бы, на помаженной ко мне, да, и кто бы вам отдал? Ну еще девочка более-менее, потому что девочка у меня сама сломает кого хочет. А парня бы не пустила. Когда я был... Ну потому что, миленькие, Толь, ну давайте, да, вот будем разговаривать как взрослые люди. Я понимаю, что сегодня это модно, сегодня это есть определенное такое направление. Вот я уже в пятый раз говорю это химстерство. Ну это тоже все отойдет. Что за этим, что дальше? В сфере красоты, каких высот хотите достигнуть? Кто ваш идеал? Кто Юдашкин? Ну я не понимаю просто, про что и где. А я там, кстати, пожилых-то не видела, чтобы много, только на жизни. А вот каких высот хотите в своей профессии добиться? На что девчонки, которые сейчас сидят в комнате, вот они уже прямо превратились в сплошную луку? Ну возможно открыть свой бизнес в этом. Какой? Дарить людям красоту, молодость, здоровье. В смысле чего? Фитнес-клуб или что? Не обязательно. Есть много вариантов. Вот один из. Ну в принципе в той компании, в которой я работаю, меня все устраивает. И люди у нас довольные уходят. А денег ваше много? Ну видите, хватило на квартиру. Я ищу перспективного человека, который готов развиваться, строить бизнес. И конечно же рано или поздно у него обязаны быть деньги. Это очень важно. А вот у вас есть какая-то программа минимум на пять лет? На вот первые вот эти пять лет? В плане отношений или в плане чего я хотел бы достичь? В плане чего бы хотели достичь? Есть. Можно поставить? Открыть свой бизнес. Открыть свой бизнес. А в плане личных отношений? В плане личных отношений жить семьей наконец-таки. А деньги на открыть свой бизнес-то есть? Есть. Стартовый капитал? Конечно. Накопили? И бизнес-план есть. То есть вы четко представляете, что вы собираетесь делать в ближайшие пять лет? А можно поинтересоваться? Это больше миллиона? Конечно. Больше. Скорее всего вам, знаете, какая женщина нужна, которая умела бы о вас заботиться? Вот чтобы не переедал, чтобы не пере... Ну все не пере... Ой, кстати, а супружеским долгом, ну когда сил мало, не устаете? А почему мало? То у жирных сил меньше. Конечно. Жердякин это быстрее устает, Роз. Ну там все-таки хоть энергия какая-то есть. От жира энергию убрать. Ты думаешь, что он запыхался, это страсть? Дорогая моя. То, что он так часто дышит. Это его просто... Конечно. С сердцем проблема, а не потому, что такое желание. Худенький не устают. Мне кажется, что во мне энергии очень много. Девочки, которые будут за вас бороться, вот всю энергию натрати на это. Ну пускай вот, знаете, как говорится, плохо, когда нет человека, который о тебе заботится. А еще хуже, когда нет человека, о котором ты будешь заботиться. Ну вообще, как показывает практика, 8 марта рождаются мужчины, очень любимые женщинами. То ли они себя воспринимают как подарок дамам. Ну вот вспомнить даже Андрея Миронова. Они на самом деле любимы. И я абсолютно уверена, что Анатолий тоже будет любим. Единственное, что вам нужна женщина, которая будет практически стоять ногами на земле гораздо крепче вас. То есть она должна быть более расчетливой. Она должна быть чуть более приземленной. Действительно так. Нужно выбирать женщину, которая сама хотела бы и могла бы принимать решение в отношениях. Спасибо. Уже через несколько минут наш жених познакомится с первой невестой. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Анатолий. Встречайте первой невесте. Здравствуй, Анатолий. Меня зовут Элеонора. Чтобы я была по-настоящему счастливой, для меня должны в жизни быть две составляющие. Первое, чтобы составляющая-то говорила «любимая», а второе – «мама». Надеюсь, ты сможешь сделать меня счастливой. Спасибо. Элеонора, 29 лет. Заместитель начальника в страховой компании. Любит фотографироваться, ходит в спортзал и много читает. Мечтает родить троих детей и научиться летать. Предупреждает, что очень сентиментально. Признается, что стесняется своей фамилии. Возлюбленный постоянно изменял Элеоноре и внушал ей, что она некрасивая. Надеется, что Анатолий поможет ей поверить в себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Что это за оранжевое солнце? Это солнышки. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Сами делали? Нет. Нет? Но идея моя. Идея ваша. Какая красота. Спасибо вам большое. А сейчас нравится. Элеонорочка, я поставлю, иначе я вас видеть не буду, ладно? Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Здорово. Я, конечно, очень удивлена, что молодой человек, с которым у вас были отношения, внушал вам, что вы некрасивая. Может быть, просто боялся вас потерять, поэтому для мужчины что? Легче загнать в комплексы и думать, что теперь куда она от меня денется? Он был первый парень на деревне, самый красивый в школе. Тогда что? Вы ему задали вопрос, тогда что тебе от меня надо? Найди себе красивую. Не знаю, он меня стеснялся. Сколько вы с ним прожили? Мы с ним не жили, мы с ним встречались около трех месяцев. А мама не рассказывала там про гордость, что иногда парней нужно просто от себя? Она была очень против того, что я встречаюсь с этим молодым человеком. Ну, потому что вот такую неуверенность в себе во мне взращивал, комплексы взращивал во мне. Мама была категорически против. А он такой, вот ему надо, чтобы за ним, вот и сказали уже там неоднократно, что ему надо, чтобы ему там следили за ним, сколько он кушает, сколько тратит денег. Поэтому ему нужна сильнее женщина. Она ему понравится, а вот он ей. Это я очень сомневаюсь. Но у вас это не только была, не только это была причина, да, плохих отношений? Вы ведь и сегодня не поддерживаете с ней? Или уже простили? Нет, ну, все хорошо. Чего вы маме не могли простить, когда были юные барышни? Ну, там не могла простить, мне оказалось, что... Ничего, вот даже если вы плачете, значит, вы живая, детка. Вы живая. И очень хорошо, что вы пришли, и хорошо, что мы говорим на эту тему. Мне казалось, что мама меня не любит, и что я приемная дочь. Потому что она вас сбила, потому что приходили чужие мужчины в дом, да? Ну, она хотела мне отца. Она на вас не обращала. Она искала, я ее сейчас понимаю, она искала мне отца. А мне, как подростку, психологически тяжело было. А вам нужен был не новый мужчина в доме под названием папа, а вам нужна была просто мама. Вот мамина любовь. Ей приходилось быть и мамой, и отцом, и мужчиной. Мама распускала уши, мама распускала руки за что? Вот в каких ситуациях? За что угодно. Мама была любимая собака, могла убежать, там, я не уследила, я искала ее. Ну, там, за плохие оценки, ну, всякие ситуации были. Бабушка, дедушка, родители мамы есть? У мамы рано были приемные родители, и они рано умерли. Ей было 24 года, и мне 4 годика было. Вот у нее большой стресс после этого был, и психологически, вот, я думаю, она из-за этого агрессивная была. Нет, мама просто агрессивная, это мамина судьба, детка. Вы не обязаны совершенно, маленькая, совершенно не обязана отвечать за это. Понять маму нужно, конечно, понять маму, пожалеть, но вы абсолютно не обязаны жить с этим, вот, с этим грузом. Это судьба мамы. Вы должны быть счастливы сами по себе. Хорошо, обещайте мне быть счастливой. Сейчас научим, как. Ладно? А не смущает профессия Анатолия? Он же вообще купается в женском внимании. Меня очень смущает профессия Анатолия. Да, но зато у человека нет комплексов, абсолютно. Она, наоборот, сейчас хочет больше детей, больше давать им внимания, поэтому она хочет быть домохозяйкой, сидеть дома и с детьми, чтобы детям дать то, что сама не получила. Илья Норочка, вы понимаете, что вы должны быть счастливы сами по себе? Вы понимаете, что есть ваше собственное желание, и вы можете эти свои желания обслуживать, если у вас есть возможность. Вы не должны никому доказывать, что вы хорошие, что вы красивые. Вы не должны никому угождать, ни под кого не подстраиваться. А как по-другому, когда любишь? Послушайте, Милю, вот я вам сейчас хочу сказать, пока у вас нет своих детей, вы никому ничего не должны. Вы должны самой себе. Вы должны быть счастливой. И все делать для того, чтобы быть в будущем счастливой мамой, счастливой женщиной. А не выматывать себя в отношениях. Не связываясь с мужчинами, которые вас недостойны. Я вот хочу по поводу Анатолия. Вы смотрите, молодой человек себя любит в засос. И счастлив. Это заметно. И счастлив от этого. Но учить вас, как себя любить, не научит. А в комплексы вогнать, может быть, сможет еще в большее. Поэтому вы вот себя видите рядом с Анатолием? Ну, мне показалось, что в Анатолии нет конкретики. Мне на сегодняшний день уже нужны дети. А у Анатолия как-то все... Ему 26 лет только. Мне кажется, они бы тоже, знаешь, могли дружить, может быть, общаться, поддерживать друг друга. Но вот так как пару, я бы их общалась. Пообщайтесь, задайте вопрос. А вас не будет смущать, что иногда у меня есть опыт фотографии Ню? Мама никогда волновалась. Вы сами себя фотографируете и выкладываете? Нет, меня фотографируют профессионалы. Я человек, который любит ломать стереотипы. Не обязательно обнаженная девушка, да, это гулящая, курящая, пьющая девушка. А для чего, смотри, пришла такая платье ромашка, поясочек розовый. А ты видела подборку фотографий? Красное платье. Там бабка щетка на тракторе. Да, в красном платье. Я объясню. Просто у многих есть таланты петь, танцевать. У меня этих талантов нет, но я внутри творческая... Раздеваться? Ну, не всегда это раздевание. Это очень эстетические, красивые фотографии. И иногда я так самовыражаюсь. Ну, пока не родите, фотографируйтесь. Я очень вас понимаю, потому что почему я занимаюсь творчеством... А у вас ню есть? Есть. Нет, у нее есть красивые фотографии, которые действительно делали профессиональные фотографии. Что стало с миром? Ну, вот то, что, допустим, Элеонура снимается в стиле ню, меня как-то это не смущает. Девчонки все дуры, и все любят себя, как они говорят, пофоткать, понимаешь? Посмотрите, ну, вы молодой человек, меня как-то... Ну, это же часть работы. В селе ню, в мужской журнале. Анатолий так эмоционально об этом рассказывает, что начинает, что я думаю, что это любимая часть работы. Нет, не обязательно. А потом дети папку найдут и скажут, и вот ты мне ругаешь за двойки. Ну, я видела эти фотографии, они вполне приличные. Да? Ну, у нас Роза эксперт по фотографиям, по мужским сценарям, поэтому... Детка, вы приготовили сюрприз? Да, конечно. Да, покажете. Пройдемте, Анатолий. Анатолий, так как я девушка, которая росла в своем доме, я умею делать практически все. И хотелось бы проверить, умеешь ли ты поколоть дрова. Хорошо. Молодец. Это вызов судебный. Берем. Нет! Вот. Ты печку не топил ни разу? Почему топил? Я даже знаю супертехнологию, что можно ударять так, а потом переворачивать, и вот так она... Показывайте, что вы рассказываете. Смотри, сможет ли он это сделать? Нет! Он же так упадал. Справился. Спасибо. Молодец! Правильный тест. Спасибо большое, Элеонорочка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ты как? Вообще, я так разволновалась. Он тебе понравился? Ну как поменялось мнение? Ну, пообщаться, да, можно с ним. Ну, делитесь впечатлениями. Как вам? Мне очень понравилась девушка. Когда я рассказывал свою историю, мне прям хотелось уже подбежать, обнимать, успокаивать. Очень красивая, очень эмоциональная, все, как я хотел. Та сторона, которую сейчас продемонстрировала нам Элеонора, мне очень понравилась. Она действительно выглядела нежной, беззащитной, хрупкой. Она вызывала какое-то соучастие, сострадание. Мне было с ней приятно. Но редко, когда человек бывает однозначно вот таким, какой показался Элеонора. Мне кажется, она бывает еще и другой. У нее еще и другая сторона. Ну да, судя по снимкам, я понял, что в ней многогранные. Вот, поэтому другую сторону она сегодня не продемонстрировала. Если вы готовы ужиться с ней, с другой, а она, конечно, безусловно, будет в какие-то моменты, может быть, даже очень часто другой, то дерзайте. В разницу в возрасте меня не смутило. Меня тоже не смутило. Да. И я готов ее узнавать. Я смотрю, вы нервничаете. И даже знаю, почему. Ну да, я забыл подарить цветы. Ну так и детей подарите. Спасибо. 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 Вот, и мне кажется, что и в отношениях с мамой они друг к другу попили кровушки. Мне кажется, Элеонора маме тоже кровушку-то попила. Расскажи, Василис, нам про Элеонору, что звезды. Ну, ей нужен мужчина, который будет без аномалий с точки зрения общественного мнения. У нее Юпитер управляет седьмым домом. Юпитер этот сильный. Это значит, что ее собственные ожидания, ее собственные предпочтения в принципе пересекаются с тем, что хотят окружающие. Мужчина какой-нибудь экстремальной профессии, экстраординарной, необычной. Я думаю, ей вряд ли подойдет. То есть, знаете, нужен такой, на которого соседи не покрутят пальцем у виска. Нужен нормальный с точки зрения обычного для нее круга. Только с таким ей будет самой комфортной, не будет конфликтов, потому что случайно, ну не хочется сказать подобранный, но случайно обретенный мужчина, даже вызвавший любовь и выбивающийся из чаяния ее окружающих, ну, скажем так, с ней долго не задержится. Давай поженимся теперь в вашем обильном. Наберите нам всем эту часть. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Анатолий. Встречайте, вторая невеста. Привет. Привет. Меня зовут Полли, и я предлагаю завивать этот мир вместе. Это для вас, Полли. Ой, спасибо. Спасибо. Спасибо, проходите. Полли, 22 года. Студентка финансового университета и профессиональная модель. Мечтает создать свою бизнес-империю и появиться на обложке знаменитого глянцевого журнала. Предупреждает, что у нее очень плотный график работы. Первый возлюбленный Полли стал донором, чтобы водить ее в ресторан. Второй примерял образ вампира, чтобы произвести на нее впечатление. Надеется, что Анатолий подарит ей много новых эмоций. Донор, вампир, о боже, боже. А вы Полина полное имя? Нет, Полли. Прямо Полли Андреевна, да? Анатолий, кстати. Да? Да. Понятно. Ну, давайте сами расскажите, потому что я запуталась. Кто кровь сдавал, кто что делал ради вас? Встречались мы с одним мальчиком, это было давно. Он был очень хороший. Он верил в альтруизм, отказался от материализма. Он был фанатом Курта Кобейна, Курт Кобейн был против материального. И он решил все. И он жил в коробке из-под телевизора, да? Он жил возле вашего дома. В общежитии студентом был. У него у папы бизнес был, то есть он должен был его наследовать. Он сказал, нет, 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 я против. Ну, волосы красивые. Да, красивые. Это все мои эмоции. И, в общем, для того, чтобы сводить меня в кафе или в ресторан, он ходил, сдавал кровь, за это платили деньги, и вот за эти деньги он меня водил. А родители ему ничего не присылали на учебу? Он отказывался? Он отказывался от помощи родителей? Это он вам так сказал, потому что у меня богатый папа, но я плевал на его деньги. Я ему верю. Я ему верю. Я ему действительно спрашиваю. Он хороший, он правда хороший. Очень нечасто хорошие люди встречаются. И что? Ну что, я посчитала, что он слишком хороший. Он вас любит. Кровь кончилась. Хорошая. Я решила, что я могу его испортить, поэтому не надо. Чего испортить? Ну, я не считаю, что я такая прям супер хорошая и правильная. Ну, зачем ему общаться со мной? Не надо. И вы его бросили? Нет, мы расстались, я сказала, как есть. Но зачем его портить? Сказали, хочу хорошую жизнь, красивую. Так логично, логично, но понятно, что просто чувств уже не было, правильно? Да. И тут появился у вас вампир. Да, и тут появился у меня вампир. Я в то время увлекалась рок-музыкой. И у него был очень необычный образ. Мне иногда нравится что-то креативное. Он ходил в образе, как вампир. У него были черные ногти, такой жакет дизайнерский. Очень нестандартно. На него все обращали внимание. И тут он решил свое внимание посвятить мне. И я сразу такая, вау. Неудивительно. Он выбрал меня из толпы, какая прелесть. Но он хотел просто поиграть. И меня это очень сильно задело. Иногда меня задевает, когда мне говорят нет. И все. И вы, так сказать, обнародовали в сетях, что он человек нетрадиционной ориентации. И в сетях, и в тусовке. Ну это была такая злая штука. То есть провели компанию информационную. Ну да, я больше так не знаю информационную. У жениха явно интерес есть. Это видно. И как минимум они общаться точно смогут. Вот про взрослые отношения расскажите. Он появился перед моим взором в лучах заходящего солнца. У него были такие волосы. И он сделал вот так вот. И у него была какая-то куртка красивая нагулотела. И вот он стоит такой. И я такая, вау, ну все. Принц. Принц спустился с небес. Очень мне понравилось. В общем, я целый год пыталась наладить отношения. Там писала ему, изучала книги по психологии. Изучала его любимую музыку, его любимых исполнителей. Читала его любимые книги. Узнавала все про его друзей. Правильно делаете. Все там в ребенке поступают. Ну и вот спустя три года после нашей первой встречи, я увидела от него какую-то отдачу. Он уже хотел со мной какие-то отношения делать. Но уже было поздно. Уже все. Мы немножко по другим путям развивались. Поле очень интересное, очень экспрессивное. Отличие от первой участницы. Они абсолютно разные. А чего от жизни хотите? Хочу построить бизнес, хочу добиться успехов, хочу самореализоваться. А когда же семья-то? Ну семья тоже входит. 22 года. Семья тоже входит, понятно. 22 года еще всего этого хотят абсолютно правильно. Если бы вы не хотели, а хотели немедленно замуж, это вызвало бы больше. А что она от нас пришла? Ну, чтобы у нас приличная программа, здесь встречаются хорошие парни. Скажите, пожалуйста, больше не экспериментируете с анорексией, нет? Нет, нет. То есть перестали зацикливаться? Да. Потому что в каком вы в возрасте весили 40-32 килограмма при росте метр восемьдесят? Я весила 45 килограмм при росте метр восемьдесят. Мне было 17-18 лет. Это все было искусственно, да, вызвано? Да. Я ела очень мало, я пила очень много кофе. Я уже чувствовала какую-то слабость. То есть мне вот хотелось все, я лежу, мне уже как-то ничего не хочется. Нет, сейчас она уже нормально себя чувствует абсолютно, кушает здоровую еду достаточно. Ну, сладенькое любит, да. Да, она срывается. Скажите, вот перед вами конкретно Анатолий, что мы будем сейчас, да, ходить кругами? Да. Вы видите его рядом с собой в качестве мужа? Вы похожи внешне, у вас одна порода. Мы из одной из среды. Лосенькие, да, светлоглазые, похоже очень, лепка, форма головы похожа чем-то. Мы из одной из среды, тем более он говорил, что он хочет начать бизнес в сфере красоты, моды, индустрии, мы тоже. У нас свой фотопроект, мы будем снимать видео. У вас это у кого? У меня, у моих друзей. А у ваших подрожде, да. А я вот особо-то не вижу, чтобы, и не помню я, что пары были из их среды, что два манекенчика, как сами говорите, вы себя вешалками называли, чтобы две вешалки были. Вы рассказывали про свою историю, и каждый раз вас молодой человек впечатлял. Я вот смотрю на Анатолия, мне кажется, что это может быть воспоминание о программе, вроде он появился передо мной в этом красном галстуке, в своих очках. И я поняла, что это он. Одеты вы, соответственно, тоже удивительное совпадение. Вполне, может быть. А в Москве вы сейчас живете где у друзей? Мы с подружкой снимаем квартиру. Сюрприз? В плане? Покажете? Квартиру? Квартиру тоже. Для меня это будет большим сюрпризом. Простите. Да, конечно. Я приглашаю тебя последовать со мной на седьмое небо. Ну что, будь моим Джеймсом Бонном. Хорошо. Так. Слушай, без хардкора у нее никак. Ого! Ничего себе! Слушай! Да реально, все, он ее выбирает. Я тебе говорю. Спасибо, спасибо. Спасибо. Да, какие вы не спортивные оба, однако. Но красивый сюрприз впечатлила. Забирайте букетик и теперь слушайте в своей комнате, что мы будем говорить о вас. Спасибо. Ну что, будете знакомиться с третьей невестой или достаточно? Конечно, будем. Тогда проходите. Привет, меня зовут Ксения. Надеюсь, у нас с тобой будут какие-то общие интересы, потому что я тоже творческий человек и многим интересуюсь. Ксения, это для вас. Спасибо большое. Чудесные. Ксения, 22 года. По образованию экономист в химической отрасли. Пишет статьи для интернет-журналов. Любит новые направления в музыке. Обожает путешествия и море. Гордится своим интеллектом. Предупреждает, что вряд ли когда-нибудь станет матерью. Единственный возлюбленный в жизни Ксении требовал слишком много внимания. Надеется, что Анатолий оставит ей хоть немного личного пространства. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Ксюша, ваши худобаны-любители находятся такие? Конечно. Есть люди, которым важнее внутренний мир человека, чем его внешняя оболочка. А как вы довели себя до такого состояния? Тут слово определяющее довела. Да, я не доводила себя специально. То есть у меня с детства были проблемы с аппетитом, вплоть до того, что родители пытались с этим бороться. Травы какие-то, полынь не давали. С какого возраста начали бороться? С детства прям, вот сколько себя помню. Для кого-то детства 5 лет, для кого-то 14. Может лет с 5, может даже младше. То есть это всегда была проблема накормить меня. Я порой не хотела травмировать родителей этим, а брала пищу потихоньку, коту все это скармливала. Родители молодые? Нет, мама родила меня достаточно поздно, в 30 лет. Мои родители разведены, с отцом я уже лет 10 как не вижусь. А не в это же самое время у вас начались проблемы? Нет, нет, это не связано с разводом. Я была уже в достаточно зрелом возрасте, когда они развились, понимала. Да. Для меня это не было психологической травмой особенной. Правда? Вы встречались с молодым человеком и сказали, что он слишком много требовал от вас. Вот поясните. Слишком много требовал внимания именно. То есть ему нужно было, чтобы я все время была рядом с ним. Он стремился все время свое свободное проводить со мной. А мне слишком много направлений в жизни. Меня слишком много интересует, чтобы уделять свое внимание только одному человеку. А долго вы встречались с этим молодым человеком? Три года. Вот это самое длительное мое отношение. Более серьезных у меня не было. У вас с ним были близкие отношения? Да, очень близкие. Вы говорите, что вас подкупила его жалость, да? Нет, не жалость, а скорее его настойчивость. Он карауливал меня у подъезда, у дверей. Ну, был у нее молодой человек, достаточно навязчивый. Ну, все у них было предельно корректно, все было хорошо, но его было слишком много. Он задушил ее. Ксенечка, а вот при такой худобе-то будем детишек рожать? Нет. Вы убеждены, у вас не будет детей. Вы сами об этом говорите. При такой худобе у вас детей быть не может, да? Да, да. А скажите мне, пожалуйста, а вы сами понимаете свою проблему? Да, конечно, понимаю. А что-нибудь вы делаете? Потому что пока вам будут все вдувать в уши, что вы прекрасные, что у вас все хорошо и так далее, вы будете думать и списываться. Просто это проблема, которая в моей семье, например. Моя дочка тоже стала увлекаться этим, и были уже пограничные состояния с ней. А почему она не может потолстеть? То есть, ну, видимо, у нее все-таки болезнь. Она же не специально это с собой делать, правильно? Почему? Не знаю. Понимаете, ну, я человек резкий. Я сказала, ты похожа на уродину. Потому что это отвратительно. Смотреть вот на это, это отвратительно, ужасно. Я тебе не дам. Я тебя привяжу к батарее, я буду насильно тебя кормить. Вот и все. Потому что вот это, говорит, да, каждый человек имеет право. Это выбор. Какой-то не выбор. Это выбор смерть. Все, впереди смерть. Вы здоровая молодая леди, 22 года. Вы должны выйти замуж. У вас должны родиться дети. Ну, вы же не хотите умереть, правда? Конечно, не хочу. Вы же хотите оставить что-то после себя. Вы же хотите прожить яркую, красивую жизнь. Конечно. Для этого нужны силы. Этот молодой человек, которому было 16, вам 17, он был единственный у вас? Нет, не единственный. Просто это были наиболее серьезные отношения в моей жизни. Да. Как вы считаете, почему вы с ним расстались? Он слишком давил на меня своей любовью. Он слишком меня обожал, боготворил вплоть до того, что он не представлял своей жизни. Обожал до такой степени вас. Вот так он вас любил, так обожал, что вы с ним расстались, потому что вам это стало в тягость. То есть все женщины на земле мечтают о том, чтобы нас так обожали, так любили, а вы вдруг надорвались от такого чувства. Может быть, у вас сил перестало хватать на любовь? А просто все хорошо в меру, а когда тебя, как божество, готовы ноги целовать буквально, то это очень тяжело. Поэтому слушайте меня, просто пойдите к врачам. Сегодня, если вы признаетесь, что это болезнь, у вас что-то ваши проблемы. Для меня это проблема, то, что я, посмотрите, в глазах огонь, а грудь два танка. Это моя проблема. Я люблю, мне вкусно. Я раблезянка, я люблю много всего, и чтобы мне было послаще. Вам тоже нужно, да? Потому что иначе, милая, уже сегодня вы выглядите на тридцатник, на хорошие, а то и слишком. Я хочу вас видеть у нас здесь как можно чаще, женихов еще будет много. Обещайте с каждым приходом набирать по килограмму хотя бы. Обещаю. Обещаете? Приходите к нам в гости. Вы какой-то придумали сюрприз для нашего жениха? Конечно, только мне нужно вначале подготовиться. А мы вас будем ждать. Давай, дорогая. Ирина и Анатолий, наверняка у вас среди ваших знакомых есть люди. Это болезнь же, анорексия. Это болезнь. Они будут врать, говорить, что нет, хотят поправиться. На самом деле они от этого страдают. Есть ли у вас такие люди? Мне кажется, надо прям брать за руку и везти к врачу. И заставлять и есть, я не знаю. Потому что это страшно. Я уже говорил в начале передачи о том, что некоторые на подиуме меня пугают. Но такого честного я вижу первый раз. Нет, но у них же ведь целая компания. Они же списывают и переписывают. Они хвастают друг перед другом. Обмениваются фотографиями. И кто это прекратит, я не знаю. Это же проблема не только в нашей стране, она же во всем мире. Нужно как-то ввести к другим. Научите меня, как это сделать. К другим идеям. Показать, что сейчас на подиуме даже ходят плюс садись. Я дочери показываю, рассказываю. А ей нравится, она рисует их. Она к ним относится с большим составляем. Мне хотелось даже вторую девушку накормить, честно. Поэтому я ее понес на руках. Потому что ручки тоненькие. Ведь вы, мужчины, должны говорить, что это не круто. Да, согласен. Что это некрасиво, что это уродливо. Сейчас я с вами полностью согласен. Ириночка. Знаю, Толик, он у нас все-таки очень видный молодой человек, пользующийся вниманием. И я думаю, он бы не взял на себя такой груз, кого-то кормить, какому-то заботиться. О нем самом нужно заботиться. Он очень такой добрый, нежный. Толик не тот человек, который может помочь этой девушке. То есть он не будет заниматься Ксенией? Нет. Ему нужна здоровая девушка, которая родит ему ребенка. Он мечтает о дочке. Он всегда мне об этом говорит. Зачем ему идти тернистым путем, если он и так может получить все, что хочет? Ну, сюрприз готов. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уленькая, но мой мужчина никогда не останется голодным. Спасибо. Это я спекла специально на тебя. Булочки я люблю. Я счастлива. А я люблю готовить и угощать своих близких. Замечательно. Слушай, да. Она, конечно, очень худая, но это ужасно. Это пирожки? Да, спасибо. Это что вы принесли? А, это я испекла. Это пирожные. А вы сами не хотите угоститься? Хочу, конечно. Я сейчас сама немного нервничаю. Детонька, я вам желаю выздороветь. Спасибо большое. Если я лично, Лариса Гузеева, могу вам чем-то помочь, связи вас с какими-то врачами, если ваша семья нуждается и это лечение будет платным, я вам даю слово на Первом канале, я найду вам деньги, я дам свои собственные. Пожалуйста, не умирайте. Пожалуйста, живите. Придите в нормальную форму, потому что вы сами сделали себя больной. Детка, я понимаю, что все, что я вам сейчас говорю, у вас в одно ухо влетает, другое вылетает. Возьмите цветы и проходите в свою комнату. Тебя неправильно поняли. Судя по всему, да. Дорогие мои, настало время делать выбор. Кто, Ир, как вам кажется, осчастливит вашего друга? Я думаю, номер один. Элеонора. Анатолий, кто на вас произвел впечатление? Элеонора. Мы уже с Ириной посоветовались. Именно эта девушка меня удивила, действительно. Даже меня не удивил Джеймс Бонд. И именно с этой девушкой было то, что я называю... Нет, Джеймс Бонд это Полли. Полли, да. Ну, я иду к Элеоноре, потому что она меня удивила дровами. Я не ожидал дров. То есть вот этот деревенский парень, который в вас есть, потому что вы именно оттуда... Она удивила меня своей чувственностью. Она удивила меня внешним образом. Она меня удивила всем. И именно вот образ, который сидел у меня внутри, в голове, это вот она. Вот прям раз. Да, она необыкновенно мила, необыкновенно просто. И сюрприз, правда, восхитительный. И еще раз говорю, не все будет так складываться. Я понимаю. Ну, я думаю, вам даже это интересно и нужно. И то, о чем я говорила, она старше вас. В вашем случае это правильно. Мне это нравится. Поэтому я тоже за Элеонору. Ну, мне все девочки понравились, каждая по-своему. Но вы знаете, все-таки семья это серьезные жизненные проекты. И хотелось бы, как минимум, на одну оставшуюся жизнь, в общем-то, замуж выходить и жениться. Элеонорочке уже нельзя экспериментировать. Тридцать практически. Вам еще можно. Это первое. Почему я не рекомендую идти к ней? А ей уже, извините, нельзя на черновик ничего писать. А с поля вы, вот, Лариса часто говорит про песочницу. Вы, понятно, похожи. Она может развлекаться. Вы можете, пока не встретите, вот ту, какую Шанальт прокатывает. Да как-то не создает впечатление Анатолию, что ему хочется развлекаться. Анатолия, вот, пообщалась с ним час, создает впечатление человека уже взрослого. Он знает, что он хочет. Это то, что... Он не похож на такого включенного мальчика. Лариса, мужчина, когда он попадает под твое влияние, понимаешь, ты же убедить муж кого угодно. Правда? Конечно, Анатолию нужна девушка, которая бы готова была лидировать. И несмотря на то, что Элеонора уже человек зрелый, действительно нужно определяться с мужем и детьми, все-таки ей хотелось бы рядом человека, который за нее принимал бы решение. Ну, скажем так, которому она могла во многом бы довериться. Полностью она решение не делегирует. Поэтому сегодня я не увидела здесь девушки идеальной для вас. Но если выбирать действительно для серьезных отношений, пускай даже понимая, что гороскопически все-таки не совсем ваш человек, имеет смысл выбирать Элеонору. Пока вы подумаете, я хочу сказать пару слов о другом. Вы, как человек из модной индустрии, наверняка интересуетесь покупками. Ну и нам всем приходится что-то каждый день покупать. Продукты или какие-то хозяйственные мелочи. Если большие покупки нужно планировать просто по личному гороскопу, такие как квартиру или покупка автомобиля, то бытовые и повседневные траты вполне можно спланировать по лунному календарю. Итак, заглянем в него и хочу сказать нашим зрителям о том, как будут обстоят дела с тратами наших денег в июне 2014 года. Могу сказать, что наши деньги под угрозой. Потому что, начиная с 7 июня до конца месяца, Меркурий поворачивает в обратное движение, ретроградное. И все, что касается товарно-денежного обмена, будет происходить негладко. То йогурт просроченный купишь, то блузка не застегивается, то у портфеля замок сломался. В общем, все большие траты планируйте, пожалуйста, до 7 июня. А уж если что-то приходится покупать после 7 числа, лучше назначить это на 28 июня. Или обязательно покупайте только в проверенных местах и берите чек на случай возможного возврата этих самых продуктов или вещей. Вот так. Спасибо. Спасибо. Видите, сколько у вас было времени подумать, в какой же из этих дверей вы постучитесь. Но у вас еще есть несколько секунд, несколько шагов. В любом случае, мы будем на вашей стороне, мы вас поддержим. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Тамара, 19 лет, номер 3428. Профессиональный фотограф и модель. Занимается вокалом, изучает восточные языки. Мечтает научиться играть на саксофоне. Познакомится с темпераментным мужчиной до 30 лет, который будет ее понимать с полуслова. Артем, 24 года, номер 3429. Живет в Швеции. Работает шеф-поваром в ресторане. Ходит в ночные клубы, занимается серфингом и собирает компьютеры. Его спутница должна быть стройной брюнеткой, от которой он не захочет сбежать на вечеринку. Мы не знаем, выйдет Анатолий один или с избранницей. Я приглашаю всех, выходите. Давайте его поддержим. Мне очень приятно, что вы зашли ко мне, но мне нужны более серьезные уже отношения. Семья и дети. Вы мне очень понравились, но я не за дружбой сюда пришла. У меня тоже не за дружбой. Ну, я не увидела с вашей стороны вот такого желания, как у меня, к созданию семьи. Мне бы хотелось сфотографироваться с вами на память. Давайте. Анатолий, подходите ко мне, дорогой мой. Почему один вдруг? Ну, пошел я к Элеоноре, да. Элеонора, почему? Скажите мне, дорогая. Мне нужна семья, а не дружба. Вам нужна семья, а не дружба. Ну что ж, сегодня у нас нет пары, если вы тоже одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пошанимся. Удачи. Вот я хочу спать. Не сплю. Если я хочу есть, я ем. Стоп, пошли замуж. Я боюсь. Хороший ты парень, но не орел. А если бы Ди Каприо был бы капитаном корабля, то он бы не поплыл бы к этим айсбергам. Может быть, не стоит так часто, так активно? Ну, наверное, я бы я к врачу бы рекомендовала сходить вообще-то. Повторяю, я не клонировала ребенка. Только громко в окне на столе. Очень смешно. Ха-ха-ха, Роза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова